Привет, меня зовут Гульнас, и сегодня мы снова моделируем, а будем создавать вот такое прекрасное платье. Оно насыщено огромным количеством конструктивных рельефных линий, а также валанами. Композиция достаточно интересная, и мне очень нравится моделирование тем, что оно действительно очень классно тренирует интеллектуально. Но не бойтесь, если вы никогда не создавали модели из простых лекал, то этот урок вам будет все равно понятен. Продолжайте смотреть. Нам понадобятся базовые лекала платья, а правильнее сказать, базовая конструкция, полочки, спинки, и при желании, если вы хотите, рукав, то простой, одношовный вточной рукав. Но в этой модели он не предусмотрен, но вы всегда его можете добавить. Эти лекалы можно построить по любому учебнику по конструированию женской одежды. Я построила по своей инструкции очколы беспокт. По ней вы также сможете построить базовую юбку и смоделировать ее в другие фасоны, а также брюки. А впоследствии смоделировать и их. Пособие стоит 250 рублей. Для заказа напишите мне на почту happynassobachka.gmail.com Пособие отлично подходит для новичков, и поэтому, даже если вы никогда не создавали выигрыки, то у вас должно получиться с первого раза. Срез горловины остается прежним. Нам необходимо отступить примерно 2-3 сантиметра визуально по плечевому срезу от точки основания и шеи. И плавно привести эту линию к началу бокового среза, то есть к пройме. Вот таким образом. То же самое необходимо сделать и с деталью полочки. Разрезаем лекало по намеченной линии. И теперь лишние детали убираем. Ну и что касается юбочной части. Обратите внимание, примерно от уровня колена юбка имеет расклешение. Силуэт рыбки. Для этого вам необходимо определить уровень колена, обозначить его на выкройке и разрезать лекало по этой линии. Далее нижнюю деталь, юбочную часть, нам необходимо разделить на несколько полос вдоль детали, то есть в длину. И разрезать, не доходя на 1 мм до верхнего среза. Ну а далее нам необходимо будет просто раскрыть нижнюю деталь. И таким образом мы получим расклешенную юбочную часть. То же самое необходимо будет повторить и с полочкой. И таким образом мы получаем деталь спинки с расклешенным низом. Каждую из полосок необходимо раскрыть на одинаковый угол. Самое главное следите, чтобы здесь не было острых уголков. Ну и далее просто обводим лекало по боковому срезу и непрерывно переходим к юбочной расклешенной части. Центральная деталь должна быть на одной линии с середины спинки. Поскольку это непрерывная деталь. Таким образом здесь мы не разрезаем. И по низу изделия просто соединяем отрезки одной единой плавной линией. То же самое с деталью полочки. Она будет непрерывной. С нижней деталью мы имеем небольшое расклешение по низу платья. Вырежем деталь полочки. И вот так выглядит полочка на данном этапе. А теперь мы переходим к моделированию рельефов конструктивных линий. Здесь их немало. Прежде всего нам необходимо будет решить, что делать с нагрудной и талиевой выточкой. Приглядитесь. На модели есть рельефная линия. Которая начинается, выходит от среза проймы. Проходит примерно через центр груди. И плавно уходит к боковому срезу. То есть не опускается вниз. Теперь нам необходимо нарисовать эту линию. Визуально определим уровень на пройме. Это чуть ниже, чем середина пройма. И теперь эту точку плавно необходимо довести до центра груди. То есть до кончика выточки. Он совпадает с центром груди. А затем плавно ведем эту линию к кончику талиевой выточки. Далее от нижнего конца талиевой выточки мы выводим линию. Тоже очень плавно, без каких-либо уколков. Примерно на 20-25 сантиметров ниже уровня талии. То есть к уровню бедер. Теперь можем разрезать лекала по этой линии. Вот что и мы имели. Нагрудная выточка от основания шеи и талиевая выточка в ее стандартном положении. Теперь нагрудную выточку нам необходимо закрыть. И она откроется по рельефному срезу. Рельеф можем отделить. И нам необходимо внести поправки в центральную боковую деталь. А именно на предмет угловатости линий. Если вы видите где-то неорганичные, неплавные угловатые линии, то их необходимо просто немного сгладить. К примеру, можем убрать острый угол вот здесь. И линия, которая направляется сначала в одну сторону, потом в другую, в одну единую плавную линию. Таким образом мы убрали здесь примерно полсантиметра. Срезали лишнее. Талевая выточка и нагрудная выточка у нас сохранились. И поэтому платье будет иметь хорошую посадку по-прежнему. Ну а теперь нам необходимо будет смоделировать конструктивную линию, которая идет вдоль всей длины платья. Удобно будет продолжить моделирование не с половинкой платья, а полностью. То есть с двумя половинками в сгиб. Нам понадобятся две боковые части и одна центральная. И теперь посмотрим на платье. Вдоль всего платья идет одна волнообразная линия. И она изгибается в различные стороны. Начинается от среза горловины. Визуально это 4-5 сантиметров от плечевого среза. Затем доходит до рельефного среза. Примерно на уровне талии. Поставим контрольную точку. Затем она снова уходит вправо. Затем по всей видимости она плавно опускается вниз. И немного заходит за линию середины полочки. Примерно на уровне расклешения. Поставим еще одну контрольную точку. И затем она снова уходит влево. Также ненамного в пределах этих точек. Возможно есть какие-то погрешности. Но в этом нет ничего страшного. Нас интересует техника моделирования. И создание конструктивной рельефной линии и валанов. Таким образом мы отметили 4 контрольных точки. И теперь нам необходимо будет провести плавные линии между этими точками. От первой точки линия опускается немного просто вертикально. А затем начинает изгиб. Далее плавно ведем эту линию к 3 контрольной точке. И также плавно опускаемся вниз до заключительной четвертой контрольной точки. Оценим линию. Внесем поправки. Сделаем ее более плавной. И теперь можем разрезать центральную деталь полочки по намеченной линии. Таким образом мы получили 2 боковые детали и 2 центральные. Ну а теперь нам остается только оформить срез по центральной детали полочки валанами. А для того, чтобы создать валаны, нам необходимо просто замерить волнообразный срез по любой из деталей. Квейер 140 сантиметров. Ну и стандартное построение подобных валанов это улитка. Нам просто необходимо нарисовать спираль так, чтобы расстояние между линиями было равно желаемой ширине валаны. К примеру, визуально здесь это 15-20 сантиметров. То есть расстояние между всеми линиями по всем сторонам должно равняться 15 сантиметров. Плюс припуски на швы, разумеется. В таком случае, когда вы расправите эту спираль в прямую линию, вы получите валаны. Как раз такие, как на картинке. Есть еще один простой способ создания подобных валанов. Это скроить полоску длиной, равной длине среза, который мы замеряли. Волнообразного среза. Затем необходимо разделить его на несколько поперечных полос. Чем чаще будут эти полосы, тем лучше. Примерно не доходя на 1 миллиметр до верхнего среза. И так далее до конца. Затем нам необходимо будет просто завернуть. Ну а далее нам необходимо будет... Далее раскрываем все полоски и закручиваем их. Таким образом мы получаем ту же самую спираль. Но будет легче не ошибиться в срезах. Вам просто необходимо будет соединять отрезки между собой. То есть промежутки между ними. Краем в таком виде деталь. Когда вы раскроете ее, она будет аналогично волнообразной. И нам остается только приточать впоследствии эту деталь по срезу. По волнообразному срезу. Мы снова разбили сложные конструкции на несколько мелких деталей. И раскрыли всю тайну этого платья. Если у вас есть какие-то необычные, интересные модели одежды, присылайте мне картинки. Пожалуйста, в хорошем качестве. И желательно с указанием автора и модельера. Возможно, в следующем выпуске моделирования мы разберем именно вашу модель. Ну а на этом все. Спасибо большое, что досмотрели до конца видео. Я надеюсь, вы подписаны. Если не подписаны, то обязательно исправьте это и посмотрите предыдущие видео. Я уверена, вы найдете много чего интересного. И да, если вы что-то сшили по моим видео, то можете публиковать свои работы в Инстаграм с хэштегом Смотри Хэйпи Нас. В обычной публикации в ленте, либо в Историях. И я обязательно опубликую ваши работы на своей странице. Я желаю вам успешного дня. Мы увидимся очень скоро. Спасибо, что были со мной. До встречи. Пока.